Дружина твоя князь, и хуже немецкая. Дружина одна и мало. Мужиков подымем. Эх, времена! Дорогие друзья, здравствуйте! С вами программа Эх, времена, и я, Михаил Лицарев. Сегодня я буду один, решил никого не подключать, не подставлять, так как тема очень острая, горячая и актуальная. Тема сегодняшней нашей с вами программы – межэтнические и межнациональные отношения в России. Откуда появилась идея сделать именно такую передачу? Вы сами прекрасно знаете, что относительно недавно он отгремел, да и до конца не отгремит в любом случае конфликт. Да, снова на Кавказе, Армения, Азербайджан, снова на Горный Карабах. И, конечно же, тема вновь всколыхнула диаспоры, армянскую диаспору, азербайджанскую диаспору. Несмотря на увещевания и разговоры о том, что нужно примириться, нужно не допускать насилия в городах, в самой Российской Федерации. Конфликты, безусловно, были. Новости о победе, скажем так, да, азербайджанцы в большинстве своем восприняли как реальную победу. И их в действительности можно понять, потому что, ну, это правда победа. Но, понимаете, ведь мы должны с вами смотреть не только на то, что происходит, да, но и на то, что было и что может быть. Поэтому тема в действительности таких отношений касается и нас в том числе. Потому что мы все равно граждане одного региона, большого-большого региона. Мы все равно переплетены, и судьбы наши переплетены, история наша переплетена. Поэтому данный вопрос более чем актуален. Но перед тем, как мы перейдем к теме реальности, хотелось бы все-таки сказать пару слов о истории, о историческом подтексте. Я не буду вам говорить никаких определений. Вы и так прекрасно понимаете, что такое межэтническое, межнациональное отношение. Да, это понятно, абсолютно понятно. Но мало кто знает, что вообще формирование России именно как многонационального государства исторически началось со времен Ивана Грозного. После того, когда в состав государства вошли Казанское, Астраханское ханство, Сибирское ханство. А позднее уже в состав страны вошли народы, которые жили и до сих пор живут на Дальнем Востоке, Кавказе, Крыму, Прибалтике и других-других-других регионов. И общая жизнь складывалась не только политически и экономически, но и с необходимостью считаться соседством разных религий, различных конфессий. Это накладывало особый отпечаток на население России. Необходимо было вырабатывать толерантность во всех сферах жизни. И на протяжении всех веков это был неоднозначный процесс. Были погромы в местах, где жили инородцы. Мы можем с вами сразу же смело вспомнить национальные погромы после опубликования манифеста 17 октября 1905 года. Тогда был бакинский погром, опять же, азербайджанцы и армяне. Тогда были так называемые черносотенные погромы, когда громили магазины евреев и немцев. То есть эти процессы были, безусловно. И в России людей, которые не являлись русскими, называли инородцами по всей стране. То есть, допустим, азербайджанцев, тех же самых, называли просто татары или просто мусульмане. Это вот было фактически синонимично. Что касается вопроса религиозных конфессий, стоит отметить одно важное отличие от Запада. Очень часто нам, понятно, в пику ставят Запад, что вот посмотрите, как на Западе. Да не надо смотреть, как на Западе. Потому что в России я беру в первую очередь как раз период, когда Казанское ханство, Астраханские и прочее, прочее, прочее были включены в состав сначала Великого княжества московского, а потом, собственно, уже и русского царства, вся миссионерская деятельность и вообще обращение в христианство, в православие происходило мирным путём. Это очень важно. На самом деле это очень важно. То есть обращение происходило мирным путём. И вот миссионеры из числа монашества собирались в экспедиции и по сёлам и весям путешествовали, устраивали так называемые споры за веру. Они пытались переубедить, что язычников, что мусульман, что другие конфессии в том, что всё-таки Иисус – это как бы другое, что это вот правильное. Но это происходило мирным путём. В большинстве своём мусульман даже, как бы, собственно, туда миссионеры-то и не ходили, потому что о мусульманстве давно знали. Это было абсолютно понятно. В результате мы сейчас с вами, кстати, можем наблюдать такой своеобразный симбиоз культур, как вот, например, на юге Кировской области, да, или же, например, в Перми, в Пермском крае. То есть, понимаете, ведь, допустим, в православии Бог, его нет изображения, нет изображения Бога. То есть, ну, оно отсутствует вообще. Но если мы берём юг, если мы берём Пермский край, вот, в коме Пермячества, да, там происходит очень интересная вещь. Там есть изображение Бога. Он называется Саваоф. Вот, изображение Бога там есть. Это как раз получилось путём скрещивания традиционных верований, да, коме Пермячества и православного верования. То есть, там, понимаете, именно изображение Бога есть. У нас, у русских людей, Бог везде, во имя Отца и Сына и Святого Духа, да. То есть, Он везде и во всём. И в Российской империи существовала так называемая черта оседлости. То есть, считалось, что всё-таки национальности в Российской империи ущемляются. Считалось, что им достаточно тяжело. Тем не менее, Российская империя всё же оставалась единым государством. Данному вопросу посвящено огромнейшее количество различной литературы. Вот, например, в статье Ершовой «Национальные проблемы и деятельность художественной интеллигенции Белоруссии» в 20-е и 30-е годы автор отмечает сложный этнический состав в Белоруссии. И вот, цитата, «С давних времён проживали белорусы, русские, украинцы, поляки, евреи и литовцы». И также она отмечает, что имел место и факт дискриминации и притеснения малых народов. Цитата, «Белорусы, как и все инородцы в Российской империи, подвергались постоянному унижению и оскорблению со стороны власть придержащих». Революционеры и, так скажем, радикальный блок, да, здесь не только большевики, не нужно так думать, и меньшевики, и большевики, и эсеры, и анархисты в абсолютно всех направлений, даже некоторые либерал-демократические движения, они считали, что Российская империя – это всё-таки тюрьма народов. Что это место, где всем очень душно, так скажем. Но национальная политика в Российской империи ограничивала, скажем так, да, она ограничивала народы, но никаким образом не пыталась привести их к диалогу. А вот уже у большевиков была вписана своя программа национального вопроса, как составная часть общей цели построения государства, но очень важно – с равноправием всех народов. Революции 1917 года, гражданская война, а также иностранные интервенции, победа советской власти разделили территорию имперской России на национальное государство. Появляется Польша, Литва, Латвия, Финляндия, Эстония, Украина, Белоруссия, Закавказье чуть позже только входит в состав СССР. И советская власть прилагала большие усилия к тому, чтобы межнациональные отношения в СССР всё-таки укреплялись. Народам были предоставлены равные права во всех сферах народного хозяйства. Это был и труд, и образование, здравоохранение, развитие своей национальной культуры, и так далее, и тому подобное. Но на первый план, то есть все мы были украинцами, белорусами, русскими, азербайджанцами, армянами и так далее. Но на первый план выходило другое. Выходило то, что мы все, несмотря на то, что мы грузины, мы советские граждане. Мы советские граждане. И это был фактор объединяющий. Национальное единство, проверка национального единства на прочность случилась в годы Великой Отечественной войны. Гитлер со штабом и с теми людьми, кто планировал вообще поход на Восток, кто разрабатывал директиву плана ОСТ, они, конечно же, рассчитывали на то, что различные народы и нации все-таки в виде полков СС перейдут на сторону Третьего Рейха. Но это не совсем получилось. Несмотря на то, что, понимаете, ведь война всколыхнула не только героическое, да, не только самоотверженность, ну, самопожертвование, но также и плохие вещи. Мы прекрасно знаем, что был такой товарищ Власов. И Власов один из многих в действительности. Вот он просто, так скажем, почти что самый видный. Да? Все было, все было. Сложности они... На сложности каждый по-разному реагирует. Но вот окончательно понятно в данном вопросе у Третьего Рейха не получилось ровным счетом почти ничего. В послевоенное время до складывания экономических трудностей в результате Холодной войны, а также перенапряжением страны в гонке вооружений США, все-таки сохранялись нормальные межнациональные отношения. И в этих условиях многим казалось, что национального вопроса больше не существует. Отдельные деятели партии, а также многие рядовые коммунисты предлагали исключить его из программных документов КПСС и самого государства. Но само время показало, что эта проблема оставалась не до конца все-таки решенной. Сегодня очень сложно сказать, какие события привели к тому, что стали обостряться отношения между народами на Кавказе. В первую очередь, понятно, это на Горный Карабах. А в Прибалтике, Молдаве, да, то есть Приднестровская республика. Однако развалу СССР способствовала политика высшей власти и отношений между лидерами страны. Беловежские договоренности, по сути, прорвали, по первому впечатлению, сдерживавшую плотину, и начался распад суверенитетов. Относительно недавно я прочел в газете «Литературная газета», извиняюсь за такую тавтологию, я прочел статью, которая была посвящена как раз 80-м годам, да, и тому, как писатели, как творческая интеллигенция реагировала на перестройку и на все вот эти процессы. Автор статьи, честно, каюсь, не помню, как звали авторы, и как называлась эта статья, каюсь, не помню, приходит к выводу, что вообще, в принципе, распад Советского Союза можно назвать творческой революцией, в первую очередь, творческой революцией, потому что во всех республиках, то есть там УССР, БССР, да, создавались свои союзы писателей. Там активнейшим образом продвигалась идея суверенитета, идея самостийности, да, идея того, что вот мы сами, мы можем и так далее. Вспомните буквально вот недавнее событие в Беларуси, когда митингующие выходили с вот этими флагами бело-красно-белыми, и многие люди даже у нас в стране, они тоже вот там белорусы, мы с вами солидарны, вывешивали там где-то у себя вот эти флаги. А вы вообще хоть думали иногда, что это за такой флаг? Ну, вот хоть на йоту, вот на малейший вот какой-то вот хотя бы просто вот период времени кто-то задумывался об этом? Или просто так вы повелись и поплыли по течению? Вообще флаг погони – это флаг коллаборационистов. Тех людей, кто выступил на стороне Третьего Рейха в годы Великой Отечественной войны. Безусловно, белорусы, пожалуй, сильнее всех пострадали в плане жестокостей, именно в плане жестокостей в годы Великой Отечественной войны. Вы можете посмотреть потрясающий фильм «Иди и смотри», он ведь как раз о событиях в Беларуси, где творились реальные зверства. Ну, они и у нас были, но там просто несоизмеримо. Это кошмар, абсолютный кошмар. И вот флаг погони был выбран добровольцами, вступившими, так скажем, в союз с Третьим Рейхом, в качестве своего флага. Потом этот флаг появляется в 80-е годы, в 90-е, пока Лукашенко не разогнал вот этих белорусских националистов. И тут он всплывает вновь в 20-м году. Понимаете? Ну, вы хотя бы просто будьте людьми, хотя бы приличными, образованными и совестливыми. Вы хотя бы поинтересуйтесь, откуда этот флаг-то взялся. И, конечно же, вот эти процессы 80-х и 90-х, понимаете, в результате этой статьи, автор говорит, так ведь, понимаете, мы можем с вами смело сказать, что именно творческая интеллигенция, как, допустим, аквариум, да, с Гребенчуковым условным, как это всё подталкивало, толкало, вообще к отделению, к вот этой самостоятельности. И по итогу получалось так, что вот вопрос, национальный вопрос, на протяжении десятилетий то возникал, то исчезал и ссылался при этом на наличие остроты ситуации, противоречий, конфликтов, и в зависимости от этого ставился вопрос о его выдвижении в качестве программной цели. Ну, всё это свидетельствует, в первую очередь, о том, что в науке не было чёткого обозначения сущности этой проблемы, а её трактовка всякий раз оказывалась зависимой от социально-политической ситуации и конъюнктуры в научных кругах. И вот в последние два с лишним десятилетия после развала СССР в исторической, философской и социологической литературе активнейшим образом распространился миф, наряду с кучей прочих мифов, об отсутствии национального вопроса в СССР. А также с появлением новых национальных государств было разрешено его политическое, экономическое и классовое содержание. Хотя одновременно с этим реальное существование национальных проблем всё-таки признавалось абсолютно всеми. И основная проблема, безусловно, основная проблема всех этих событий кроется в глобализации. Глобализация, именно она, создала определенные вызовы сложившемуся мироустройству. Ну и результатом такого процесса становится интенсификация экономических, политических, а также культурных связей между народами самых разных стран и континентов. Проблема межнациональных, межэтнических отношений актуальна в том числе и для современной России, которая всё-таки была, да, и остаётся, и будет оставаться многонациональной, многоконфессиональной и поликультурной. Ну и вот на первый взгляд социокультурная среда в России кажется более благоприятной для адаптации мигрантов. Но такой подход к решению данной проблемы лишь упрощает её суть. Он затрудняет процесс осознания глубины проблемы и поиска путей её решения. Понятно, что современная Россия, да, она всё-таки развивается как часть мирового сообщества, вот в этом русле общемировых тенденций. И что же, собственно, это за тенденция? Тенденция мультикультурализма. Что такое? Вот давайте просто скажем об этом. Это очень важно. Европейские страны в вопросе именно мультикультурализма столкнулись с непредвиденной проблемой. Немалая часть мигрантов совершенно не стремилась стать неотъемлемой частью нового общества. А напротив, они объединялись в различные этнические сообщества, активно отстаивали свои права, в том числе и на сохранение культурной идентичности. И вот тогда был взят курс на реализацию концепции мультикультурализма. Она означала сохранение и развитие в отдельно взятой стране культурных различий, а также параллельное существование различных культур с целью их взаимного проникновения и обогащения. Представлялось, что вот именно таким образом можно добиться решения вопроса по ассимиляции мигрантов. Однако, по прошествии двух десятилетий эта попытка начала претерпевать крах. И об этом открыто заявляли в своих публичных выступлениях лидеры европейских государств. Ну, вот, например, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что, цитата, «попытка Германии построить многокультурное общество не увенчалась успехом». Такую же мысль высказал бывший английский премьер-министр Кэмерон, который также сказал, цитата, «Мы позволили ослабить нашу коллективную идентичность. Следуя доктрине государственного мультикультурализма, мы стимулировали различные культуры к сепаратному существованию, в отрыве одна от другой и от нашего магистрального направления. Мы потерпели неудачу, пытаясь реализовать подобный тип общества. Мы проявляли толерантность по отношению к тому, что все эти разделенные сообщества развиваются путем, уводящим в прямо противоположенную нашим целям сторону». Солидарность с лидерами Германии и Великобритании высказал также и бывший президент Франции Николай Саркази. И вот во время эфира на канале TF1 он признался в том, что мультикультурная модель Европы является провалом. Далее он заявил, цитата, «Да, это провал. Правда заключается в том, что во всех наших демократиях слишком пекутся об идентичности тех, кто пребывает, и слишком мало об идентичности принимающей стороны. Общество, в котором общины сосуществуют рядом друг с другом, нам не нужно. Если кто-то приезжает во Францию, то он должен влиться в единое сообщество, являющееся национальным. Если кто-то с этим не согласен, пусть не приезжает во Францию». Точка. И действительно, признания западноевропейских лидеров все же не лишены оснований. Межнациональные конфликты в Европе не являются редкостью. последние события во Франции, мы их помним вот как пример. И вот иной раз можно говорить о спланированности этих действий, но от этого проблема не перестает существовать. Отрицать же наличие межнациональных конфликтов и в современной России нельзя. Мы можем с вами перечислить самые громкие межнациональные конфликты в России. Давайте вот просто прямо вот 1, 2, 3, 4, 5, да? Апрель 2001 года Москва погром на рынке Ясенева. Октябрь 2001 Москва массовые драки у рынков в районе метро Царицыно и Каховское. Август 2005 года село Яндуки Астраханской области столкновение калмыков и чеченцев. Март 2005 года город Новороссийск драка между казаками и армянами. Сентябрь 2006 года город Кандапога массовые столкновения с участием русских азербайджанцев и чеченцев. Июнь 2006 года город Сальск Ростовской области конфликт между русскими и дагестанцами. Сентябрь 2006 года город Вольск Саратовской области конфликт между русскими и армянами. Июль 2011 года поселок Сагра Свердловской области кровавый конфликт на межнациональной почве и так далее. И как показывает практика межнациональные конфликты в России не являются редкостью, но в то же время необходимо отметить, что они не такие масштабные, как в странах Европы. И вот, допустим, социологические исследования, проведенные Левада Центром, говорят, что в России в целом разделяются большинством опрошенных, каждый четвертый считают, что возможны массовые кровопролитные столкновения на национальной почве в России. Доля россиян, отрицающих межнациональную напряженность в городе-районе, где проживает респондент, достигает минимального значения за все годы замеров. И в настоящее время только 18% опрошенных заявляют о межнациональной напряженности такого рода. Более того, сам сценарий развития конфликтов на межнациональной почве в ближайшем будущем кажется возможным только десятой части населения, то есть 12%. Число россиян, желающих ограничить проживание выходцев с Кавказа, это в кавычках, на территории Российской Федерации 34%, и в целом идентично доля тех опрошенных, кто испытывает негативное чувство в отношении выходцев из Южных республик, в кавычках, опять же, это 38% суммарно, включая такие позиции, как раздражение, неприязнь и страх. И вместе с тем декларативное безразличие никаких особых чувств является подавляющим, это 60% опрошенных людей. 14% высказалось в поддержку лозунга «Россия для русских», 38% скорее поддерживают, а 52% от общего количества опрошенных, соответственно, благосклонно относятся к такому лозунгу. И еще более впечатляющая картина массовых этнических фобий среди этнического большинства представляет при анализе ответов на вопрос, как вы думаете, представляет ли сейчас угрозу безопасности России люди нерусских национальностей, проживающих в России. на данный вопрос примерно 80,4% опрошенных ответили утвердительно. И эксперты, ученые все склоняются к тому, что данный вопрос встал сейчас в России очень и очень остро. И вот то, что можно сделать и то, что можно сделать, мы об этом с вами поговорим после рекламы, дорогие друзья. Пожалуйста, слушайте нас, не выключайтесь. Эх, времена! Итак, дорогие друзья, это снова программа Эх, времена! И ваш ведущий Михаил Лицарев. Так вот, пути решения проблемы. Ну, первый путь это политика изоляционизма. Ее логика проста. Надо остановить процесс миграции, в идеале свести его к нулю, но история показала, что это возможно только в тоталитарном обществе и в полной изоляции от внешнего мира. Сами понимаете, что этот путь является тупиковым, а для современной России он более чем невозможен. Противоположная же стратегия не замечать проблему, вырабатывать равнодушие к ней, также запоздало реагировать на свершившиеся факты, и в последние годы такая стратегия демонстрировалась достаточно часто. Так, после паники начала 90-х годов прошлого столетия упало внимание к проблеме китайской миграции. Причины подобного успокоения понятны, поскольку поток мигрантов из Китая существенно уменьшился и приобрел более цивилизованный характер. В обществе произошло привыкание к данному феномену, а совместными усилиями общества и властей были решены наиболее острые проблемы, связанные с неконтролируемой миграцией. Однако миграционный поток из других регионов, особенно из Средней Азии, в последнее время усилился. И в связи с этим возникает весьма серьезная проблема, требующая незамедлительного реагирования и решения, что делать в условиях новой массовой волны, которая идет именно сейчас. И здесь самым логичным, самым правильным звучит мысль управлять данным процессом. И этот вариант строится на реалистичном понимании того, что процесс внешних миграций неизбежен. И более того, наверное, даже необходим в качестве инструмента развития региона, страны в целом. Но он сопровождается массой рисков, которым надо заранее готовиться. И представляется, что для реализации стратегии управления миграционными процессами на уровне муниципалитета в первую очередь необходимы действенные шаги, управленческие решения. Таких мероприятий множество, и их реализация на практике может существенно снизить остроту противоречий возникших во взаимоотношениях с этническими сообществами и служить неким индикатором для оценки эффективности проводимой работы по предупреждению и предотвращению межнациональных конфликтов в современной России. То есть проводить необходимо постоянный мониторинг ситуации по выявлению в первую очередь причин возникновения межнациональных конфликтов. Да, это содействовать этническим сообществам в разработке документации и создании этнических общественных объединений. национально-культурных центров, активизировать работу администрации муниципального образования с руководством этнических сообществ и так далее и тому подобное. Но нужно отметить самое, пожалуй, главное. Не, что вот это все, понимаете, должно производиться не различными общественными и управленческими структурами, а профессионалами, людьми, которые разбираются в данных вопросах, которые понимают, что можно делать, какие усилия можно прилагать и как их нужно прилагать. Знаете, я очень много вот сказал тех вещей, которые могут вас натолкнуть на мысль, что вроде бы ну вот, Миша, так ты ж тут вот нам рассказал вот это вот все, люди вот так считают, мы как-то так считаем, но в действительности, знаете, я вырос на ковре, на борцовском ковре, у меня папа мастер спорта, у меня у самого хорошие успехи, просто я стесняюсь об этом говорить вслух, я всю жизнь был на ковре, где армяне, азербайджанцы, где грузины, где чеченцы, где татары, и это хорошие люди, хорошие ребята, и для меня тогда еще стало открытием, что, понимаете, а может быть как-то недостаточно я кого-то пытался понять, вот я своим студентам задаю вопрос, уважаемые студенты, вот скажите, пожалуйста, а что вы знаете о мусульманстве? И они сидят смотрят на меня, ну, они там в Аллаха верят, понимаете, это общее какое-то представление, мы ведь не знаем, что есть масхабы, что есть сунизм, а есть чешуизм, да, мы с вами не знаем даже православных каких-то традиций и символов, что на самом деле свечка как раз и является нашей жертвой, это по сути как жертвоприношение, да, только вот такое цивилизованное именно свечка, мы живем в обществе, которое развивается только путем интернета и прочтения новостей в каких-то группах, но мы забыли, что значит хоть в чем-то разбираться. В тот же самый момент ислам, мусульманство не радикальное, да, не фундаментализм, это религия добра и мира, она пытается обобщать абсолютно, не то, что даже обобщать, а примерять абсолютно все вероисповедания. Так, к примеру, одним из пророков Аллаха являлся, знаете кто? Иисус. То есть это говорит о чем? Что в мусульманстве Аллах синонимичен, понимаете, Богу, православному Богу? Я никоим образом ничего не сравниваю и никого не хочу нигде обидеть, но знали, я просто спрашиваю, а знали ли вы об этом? И перед тем, как бояться, перед тем, как реагировать, перед тем, как размышлять на тему, может быть, мы с вами постараемся понять. Мы говорим о том, что летаем в космос, мы говорим с вами о том, что стали прогрессивны, мы говорим с вами о том, что вот тут мы тут акции закупили, условно говоря, либо вакцину какую-то изобрели, но в тот же самый момент мы, как и люди в 8-9 века, боимся грозы. Мы боимся и считаем, что это что-то необъяснимое. И так современное общество, так мы с вами боимся вообще что-то узнавать и понимать, мы боимся разбираться в людях, которые нас окружают. Знаете, на самом деле замечательный, я не назову его, конечно же, великим, но замечательный, прекраснейший поэт, поэт-фронтовик Левитанский, Юрий Давыдович Левитанский в свое время в интервью сказал на вопрос «Юрий Давыдович, вот вы прошли битву за Москву, вот скажите, но как, вот вы же еврей». А он ответил, знаете как, он ответил, «Вы знаете, когда ты вмерзаешь в окоп, нет разницы, кто ты, еврей, русский, азербайджанец или грузин». Дорогие друзья, мы живем с вами вместе, мы смотрим друг другу в глаза, мы смотрим друг на друга каждый день, и беды в действительности, как бы там мы ни думали, мы переживаем так же вместе. Поверьте, каждому из нас сейчас будет так же тяжело, как и кому-либо другому, просто по-своему. Сложности, они ведь у каждого свои, они у каждого разные, но сложно и тяжело приходится всем. Самое главное, чему учит жизнь и чему учит социология, философия, чему учит в особенности индийская философия, самое главное это оставаться человеком, это оставаться тем, кто может носить звание человека с гордостью. Спасибо большое, дорогие друзья. Спасибо, что слушали. Оставайтесь человеками. Всего вам хорошего. До свидания. Эх, временно!